добрейшего днища дорогие друзья youtube мне окончательно надоел чего смеяться видео по спор набрало 34 просмотра когда последующие пять шорцев из отрывков набирает в сумме больше 6000 что я делаю не так я не знаю но знаю что буду делать я просто поеду вперед в самую глухую глушь и попытаюсь счастье там на трассе 66 я был очень расстроен и поправил зеркало лишь бы не видеть свои кислые щи пустыня безрадостно встречала меня зноем кактусами и сухим кустарником казалось я сейчас просто усну и вылечу в кювет но стоп стоп кажется это интересно продается да это же целая заправка я решил что стоит пробовать свою ржавое корыто и вложиться в эту развалину повезло что на территории был склад на чердаке которого я провел остаток дня отсыпаясь да за страном тут все конечно самое время включить режим майкла джордана такого этого не видели отлично прям с первой попытки такая то тут кто расспросал вход был заколочен и пришлось руками срывать доски чтобы попасть внутрь в помещении ужасно воняло свет еле пробивался через заколоченные окна а самое ценное что здесь было это старые часы с кукушкой я решил сразу разобраться с электричеством вернее с его отсутствие все указывало на этот генератор когда я дернул рычаг свет сразу включился в телефонные будки на въезде меня ждал звонок от дяди оказалось что я здесь не один самый был руки руди это мини-экскаватор я забил его через пару метров выяснив что топлива на нуле пришлось искать канистру чтобы прокормить этого здоровяка к моему удивлению в колонке еще были остатки топлива и накормив нового приятеля я тут же придумал ему работу что может быть лучше чем убирать кучи песка как это делать я понял не сразу и немного покатался по куче в надежде что она соберется в ковш в соответствии с законами физики оказалось что в физике в игре плевать и она ждет что я зажму левую кнопку мыши собственно таки поступил и вывез песок в яму самое время открывать заправку вернувшись здания я сделал заказ на доставку топлива и решил скоротать ожидания за поездкой на радиоуправляемой машинке физика продолжала демонстрировать свое превосходство но кто я такой чтобы идти на поводу доехав я решил что больше никогда не буду играть в эту мини игру к моему возвращению уже прибыл бензовоз а достопочтенный бензовозист протянув шланг цистерне я повернул вентиль и пошел к своему первому клиенту заправка автомобиля далась достаточно легко но вот это успех подумал я если бы я только знал как ошибаюсь впереди меня ждало очень много работы я купил набор мусорных мешков и принялся расчищать этот соленарник пока этим занимался подоспел второй посетитель я сделал свою работу и даже получил первые чаевые а я хорош закончив с мелким мусором я побросал мешки в большой контейнер тем временем третий посетитель кажется я начинаю понимать что здесь мне покоя точно не будет остаток дня я расчищал территорию от хлама и заправлял машины сплошная рутина позднее мне стало доступно метла и я ей вымел весь песок больше похожий на эктоплазму кстати они призраку элвиса видимо это не очень понравилось крыш пошел отсюда оказалось тут неподалеку проживает какой-то денис и периодически он прибегал чтобы намалевать свои паскудные граффити что уж про лучшим ублюдка я вытащил из контейнера мусора стал кидать него это то чего он заслуживает видать мелкий говножуй не очень любит школу судя по его каракулям что ж одной проблемой больше контейнеры были заполнены и я вызвал мусоровоз чувак почитал рэп перед моей свалкой и все исчезло вот уж действительно волшебная сила русского рэпа даже мусор съебался сразу после я принялся красить стены рано или поздно сюда зайдут живые люди надо ай блять надо соответствовать меня конечно же постоянно отвлекали добрый день это программа забравские черти расскажите зачем вам черные очки ночью я красил до самого утра а после заказал еще бензина надо радовать клиентов блин как он помещается в этой тачке я нашел отмычку и решил вспомнить старый добрый skyrim в багажнике была картина которую я тут же определил на стену у кассы теперь по уютнее торговать я могу только пока своим хлебалом поэтому приобрел два стенда мои размышления прервала какая-то красотка увидев меня она решила покинуть это с халуси от судьбы не уйдешь лохушка я забил на ней пошел размещать стеллажи видимо без внимания и стало совсем скучно и она стала вести себя как нормальный человек ох уж эти женщины я оседлал своего друга орудий принялся расчищать от песка место под будущую парковку после чего сразу приобрел ее это у зазвонил телефон дядя рассказал мне про продажи а потом голова томаса шелби наполнила мои стеллажи товарами вдобавок я узнал что должен выплатить какой-то кредит на 5000 что не очень меня радовало ладно надеюсь пара проданных пачек чипсов решат эту проблему я принялся усердно работать заправлял машины продавал хавку покупателям кажется я после заправки могу идти работать в ближайшую пятерочку но чтобы выплатить кредит стоило ускориться посетителей было крайне мало а эта девушка была так племена моей красоты что прошла мимо двери всего пара покупателей а мусора уже сколько и не стыдно им все это на пол бросать блин до выплаты долго оставались минуты и я уже начал нервничать закидывая заработанные копейки что-то подсказывало мне что я не успею по итогу время вышло и я пошел отвечать на роковой телефонный звонок но не успел лысый навалял мне так что я отключился из машины вышел крутой мужик настолько крутой что дыму от его сигары было наплевать на физику да это был дядя я очнулся надеюсь это просто был сон но нет это была просто ошибка том шелвер вернул мне денежки обратно мне нужно было развивать заправку поэтому я приобрел декорации в виде машин выпрыгивающих из земли вам тоже нравится и вот второй уровень аз с отлично я обнаружил ключи от склада и сразу пошел смотреть что там мне нужно было его расчистить от мусора но меня отвлекали клиенты тогда еще не знал что заправку можно просто закрыть по мере выноса тюков соломы освобождалось место на складе и уменьшалось место в контейнерах это меня только радовало я вынес оставшиеся сена и незамедлительно пошел восстанавливать склад первым делом я заказал доставку новой партии продуктов в ожидании товаров протер кассовую ленту и продолжил работы грузовик приближался я поспешил открыть ворота быстренько раскидал товар по полкам и поспешил к прилавку чтобы обновить ассортимент так то лучше в ожидании бензовоза расчищал новое пространство заправки зазвонил телефон дядя сообщил что мне необходимо приобрести улитаз действительно такая заправка без роганей расчистив помещение перенес в стеллажи и вернул товары на прилавок после все-таки приобрел туалет многозадачность в этом деле критически важное качество скорее бы получить возможность нанимать сотрудников убрал мусор и песок сортили позже вернулся к работе чтобы получать хорошие отзывы и чаевые надо повышать популярность моей заправки в перерывах клеил обои и вот дастбол стала чуть поприятнее и попопулярнее как я себя чувствую полным гордости мне стала доступна мастерская и я очень захотел ее приобрести что собственно и сделал закрыл заправку и принялся наводить порядок чтобы никто мне не мешал покрасил крышу доделал стены и косяки меня посетил денис как раз сука на самом покрашенном испоганем ничего не поделать надо исправлять после этого сразу принялся за мастерскую сразу заказал некоторые запчасти для ремонта благо я умел менять колеса и не огорчил первого клиента мастерской это оказалось куда прибыльнее чем продажи еды надо взять на заметку после я рассчитывал следующую часть парковки понял что мастерская конечно прибыльная штука но заказывать запчасти туда нужно постоянно чтобы улучшить заправку до следующего уровня было необходимо выполнить условные квесты по заправке починки обслуживанию кассы на энтузиазме я принялся за работу я заправлял продавал еду чинил авто регулярно заказываю бензин и расходники крайне суматошные не успеваешь делать все сразу утомляет катастрофически и вот я почти с тремя тысячами в кармане и заправкой третьего уровня первым делом я конечно же улучшил склад добавил вторую колонку и автобусную остановку посетители не заставили себя долго ждать автобус фриков сразу вывалил к моим прилавкам мне было чудно и весело но мусорит они конечно хуже никуда с последующим уходящим гиком я захватил достижение денис совсем ошалел воспользовавшись тем что я отвлекся сразу нарисовал гуся на стене ну и мудила тем временем не стал доступен первый трейлер для работников который я мигом приобрел и нанял андрюху вот теперь заживем теперь то все будет по-другому я сразу дал ему задачу встать у кассы а сам заказал новую поставку и встал на заправку кто-то остался недоволен обслуживанием жаль что нельзя его оштрафовать на месячную зарплату за такое отправил андрюху заправлять машину надеюсь с этим он справится а сам пошел пить пиво на скамейке сказали что заслуживает видимо выпил я немало потому как начал ловить флешбеки какого-то деда его самолет потерпел крушение а нет все так и было на самом деле по счастливому случаю еще и через дорогу я следовал за дымом и нашел его это был джо ковальский бывший военный летчик он сказал что в сарае его старый друг тоуи и я пошел это проверить как оказалось за грудой мусора действительно был тоуи но это обычный тягач с магнитом разобрав хлам я сбегал проверить заправку отправил эндри отдыхать и закрыл предприятие чтобы никто не мешал мне изучать новые возможности сарай был разблокирован и следующей моей задачей было эвакуировать деда и его самолет по пути он подбивал меня на авантюру вложиться в этот разбитый ангар что ж поживем увидим должен сказать дедок очень занудливый и заносчивый после я заклеил все отверстия джо на вернее на его самолете полученные в ходе крушения вдобавок произвел улучшение ангар после всего этого джо пообещал мне возможность торговли эксклюзивными товарами с заграничными пилотами и вручил рацию а после попросил помочь ему взлететь после нескольких попыток нам все же это удалось оставшись в одиночестве я дособирал мусор по ангару и вернулся на заправку чтобы дособирать мусор и там после покрасил стены со стороны улицы ведь моя кибитка стала больше я вспомнил про туалет не гоже чтобы стены были такими стремными я снова взялся за валик вот так то уж эндрю как раз отдохнул время открывать производство я уже понял механику и позвал его тогда когда появились покупатели надо экономить средства никаких простоев дополнительно ко всему очистил следующую часть парковки после снова был налет клоунов в масках они конечно скупают достаточно много с моих прилавок но срать за собой оставляет неимоверно жаль что нельзя бить их метлой дальше была рутина нужно было накопить деньжат я заправлял машину эндрю ловко работал руками за кассой в моменте мне показалось что на каждой заправке должен быть алкоголь поэтому быстро купил стенд и заказал первую партию буквишка в надежде немного разнообразить свою деятельность вернуться к работе в автомастерской тем более прибыль была приятна вдобавок я еще и научился менять масло наконец я купил ремонтное место для самолетов надо будет испробовать рутина продолжалась заправка уборка закупки и тусовщики спустя время я прикупил штаб-квартиру в ангаре и принялся копить на торгово-взлетную посадочную полосу ах да разобрал срач на складе окончательно жали инструменты и медведя нельзя было продать в ожидании доставки я обранчал на гитарке добавил прилавок с табачной продукции время от времени я вскрывал тачки посетителей и продавал их барахло полоса была куплена я убрал с нее тачки чтобы ничто не мешало пилотам впервые попробовал с ними торговлю посадил пальму взломывание машин стало моим частым занятием потому что заработок не поднимался отдел было слишком много поэтому мастерская в основном простаивала бонусом не свалились квесты без которых улучшать станцию было невозможно это наверное самые невыносимые слава богу эндрю мне усиленно в этом помогал досуг скрашивал только денис как-то раз зайдя на заправку я увидел леща предложил его девушки но она оскорбилась и показала мне факт по моему очень невежливо с ее стороны решил складировать рыбу на парковке и потом накормлю дениса выполнив все квесты я улучшил заправку и наконец на нем еще двух сотрудников дела идут в гору в один из дней началась песчаная буря что создало некоторые трудности в движении я попробовал помочь бедолаге экскаватором но ничего не вышло вроде не хватало силенок как бы мне не хотелось я отправился за тягачом то вы справился на ура ни одной царапины надеюсь такие бои будут редко дела потихоньку улучшались и я докупил стенд для автохимии следующей моей задачей стала восстановить автомойку рад что в этом мне помогали два новых сотрудника я мог больше времени посвящать организации пока ребята работали я взламывал тачку решил что эндрю мало работы и улучшил парковку и докупил на сдачу сортир в багажниках попадалось много разного барахла но кое-что я решил оставить себе прикольный пес коллекция рыбы тоже пополнялась кстати говоря один парень показался мне подозрительным сначала решил что это подросток с накладной бородой решивший купить сигарет но нет это всего лишь закладчик с ученыш еще и на топтал а все-таки покупаешь да и не стеснялся пиздить вещи посетителей прямо у них под носом и стал настоящим неуловимым профи по вскрытию тачек не стеснялся даже копов андрей периодически залипал на рабочем месте поэтому я повесил ему ловец но так-то козел наконец я решил что пора и купил автомойку ждем первого клиента на купание не успел я пустить струю как выяснил что давление в мойке низкая то это проблема я пошел разбираться да уж но его нищет надо своих работяг загнать на уборку и тут сломано я нашел рубильник видимо он от той двери не скажи тут юб то ты че тут делаешь надо быть осторожней мда уж завела нелегкая я продвигался глубже и видимо мне туда кажется он тут застрял на вот схавай мусора это прикольно надо домой такого завести видимо эти мешки засадили слив так последний отлично давление поднялось пора выбираться о да тут совсем рядом ну что ж теперь судя по всему должно работать нормально я ждал и любовался мой так поехали оказалось это не так интересно но свои деньги она должна отработать снова зазвонил телефон дядя сказал что кто-то должен провозить ценный груз и поинтересовался умею ли я взламывать тачки еще спрашиваешь чувак видимо только для этого приехал задача справлялся достаточно быстро ловким движением рукой работой отмычкой я вскрыл 10 машин еще и премию заработал в 100 баксов где же вы раньше были с такими квестами я прокачал еще автомойку скорее бы они стали автоматическими докупил стенд под шляпой очки и сразу заказал доставку дэнниса я решил угостить пивом но видимо он не пьет значит отведает леща это пока что самое забавное из моего досуга спасибо друзья мне дали еще стопку квестов чтобы посильнее затянуть меня в рутину что ж вызов принят пока работнички работали я фармил легкие деньги на посетителях весьма прибыльная вам скажу иногда занимался уборкой блин жаль я этого не нашел раньше приберег бы для дениса кстати узнал что метла куда эффективнее чем экскаватор теперь буду использовать ее в одном из багажников нашел вот чё прикольно правда но я их конечно же продам стоит неплохо да и волк уже охраняет территорию снова началась рутина заправка ремонт воровство периодически убил дениса и убирал последствия бури ура мы это сделали всем отдыхать а у меня есть неотложные задачи я повысил уровень заправки аллилуйя обнаружил в списке инструментов к покупке планшет можно было бы удобнее заходить в наш телеграм-канал чтобы быть в курсе последних событий улучшил все что можно и пошел отвечать на звонок дядя сказал что я самый крутой молодец и теперь нужно благодарить его пятью косыми ну теперь уже тогда когда он скребу они по таймеру естественно я захотел купить трейлеры для новых сотрудников просто потрясающе заняты были все я даже перестал убираться за меня это делал я а вот и последний вагончик максимум сотрудников максимум прибыли дела наконец пошли в гору я только заказывал и забирал доставку пополнял топливную цистерну и заказывал мусоровоз скопил нужную сумму и вновь встретился с лысым он сказал что я молодец потому что собрал деньги ему даже не придется выбивать мне зубы также мне сделали подарок это была сирена о приближении дениски скупил все возможные доступные улучшения и просто наслаждался тем какую большую работу я проделал ах да у меня тут теперь еще и колесо обозрения а на этом все друзья ролик получился достаточно долгим но в нем мы постарались передать все самые интересные моменты в игре спасибо что досмотрели а с вами был канал плейд и игра gas station simulator увидимся в сети подпишитесь на телеграм